Вот это начинается другая тема, она интересна тем, что в прошлый раз, это даже интересно тем, что я говорю, почему, потому что мне так понравилось, смотрите, был прошлый вебинар, дошло до вопросов-ответов, среди нас оказался один критик, я бы особо внимания не обратил, сказал, что искал, но он сказал, что я тупо утверждаю, вот это слово тупо или тупизна, ну короче, как бы немножко перешел границу, а как мне сделать так, чтобы не переходя границу, он оказался немножко мягко, неправ. И вот что я придумал, значит, там было, вспоминайте, друзья, свежо в памяти неделю назад, там было сказано, что, во-первых, есть такое Сугарева, Сугарева Антонина, она тоже живет, как этот критик, он там много, несколько писем написал за таких жестких, все не соглашаясь с железом, вот, а это было главное. А она живет с ним в одном городе, так, значит, напомню, сейчас ниже пойдет, я обещал разобраться, привести доводы, не обижаясь на оскорбления, а просто. И приготовился к этому. Готовиться было легко. Кстати, в конце концов, оказалось, что он живет в Кемерово, что он утверждает, что годами раньше он работал секатором, который называется привычный секатор. Я критикую его. Гениальное произведение, умудрится, но, тем не менее, он негоден для прививок вообще. То есть, его купил, надо выбрасывать. Вот. Обратно ты не вернешь. А бешеная реклама по всем странам, бешеная. А он негоден. А я это утверждал, а где-то до него долетело это. Вот он говорит, а я сам, я, смотрите, я всегда уважаю людей, которые все делают своими руками. И вот я, поэтому, если серьезно, он сказал, я сам в этом питомнике работал, сделал какое-то количество этим секатором саженцев. То есть, он сам прививал. И они прижились. А значит, я, продолжая тупо утверждать, значит, я тупой. Ну, в таком роде. Ну, не так, может быть, оскорбительно. Ну, смысл такой. Вот. Я жаль, я не скопировал это, то, что было. И вот, значит, этот тупой решил, как бы сказать, доказывать свою правоту. Потому что, я же, в отличие, вот он, может, несколько привык сделал. Так. И я, а я все делаю сотнями, тысячами. Мои масштабы. И вот, а секатор тот держал в руках. Я только, мне привезли его на остров, у меня там проходил очередной семинар. Вот. Я взял, сатыковал, посмотрел, дрянь. Все ясно. Вот. Мнет. Не режет, а мнет. Вот. Ну, как бы это даже трудно привести. Вот если бы вам так бы пальцы сшивали бы, оторвали палец, кто-то бы так, вы бы взвыли. Это я точно говорю. И вот, получается, следующая картина. Я приготовился. Но вначале мы договорились продолжать на этом вебинаре. Вот. Он должен был отозваться. У него есть фамилия и имя. Имя я запомнил, фамилии нет. Павел. Он должен был отозваться. Мы, друзья, мы вспомнили. У нас же, как бы, я еще говорил, ребята, не сильно его критикуйте. Тут же мою защиту давай кидаться. А он такой, а я-то это мягкий, пушистый. Вот. А зачем? Пусть. Это же дает нам раскрыть саму тему. Мы договорились, что я попросил связаться со Скугоревой Антонией. Она тоже, я говорю, та самая, единственная в стране, кто решила научить детей. Вот. И уже учит этому. Рецировать, садить будет. Все. Вот. Они в одном городе. А дело в том, что он упомянул питомник, осталось узнать, какой питомник. Это же так просто. То есть он мог мне написать. Вот. Он, может быть, сейчас, когда закончится эта часть, а вдруг он же ждет. А вдруг он забыл некогда было. А сейчас он назовет питомник. А потом еще вебинар. А мы возьмем туда, посмотрим. И главное в этом питомнике увидеть в прошлый сад. Я говорю, раз там прививают этим, самым, на мой взгляд, негодными секаторами, которые называются привычные, но они в годы прошли, они должны были превратиться в деревья. Пусть он покажет эти деревья. То есть, допустим, он сходит туда, сфотографирует. Может, тогда не стал. А прошли годы, он себя сфотографирует. Вот. Название питомника, он наверняка, питомник не может быть сам по себе. Сейчас без этого. Без сайта питомник, это не питомник. Отхожее место. Откроем сайт. Он назовет там, может быть, еще не поздно. Вы знаете, какая интрига интересная. А там уже, может, он ждет, может, уже пишет. Название питомника, что он там был, фотографию сделал. И все отлично. Вот. Я против этого не спорю. Но я должен отстаивать свое. Когда я, мне пришлось ввести в интернет, да. Я, а потом, ну, такой нудный характер. Первая фотография была не секатором этим привычным. Я просто не мог упустить. Кто-то учит. Я потом эту фотографию еще два раза встречал на сайтах. То есть сайты, а в чем угодно. Там саженцы. И в качестве, вот мы вот так прививаем. Вот. Вы попробуйте вот так привить. Даже тот Павел или любой из вас. Вы согласитесь со мной. Это не учебная фотография. Это издевательство. Это просто коротко. А дальше сами поймете. Вот. Нет, все-таки скажу. Длинный косой срез, он обладает некими свойствами упругости. Упругости. То есть он может силой прижать их, даже если они несовершенны. Там очень трудно сделать чистый срез. А тем более два абсолютно одинаковых. Но вот это уже, конечно, если бы я не увидел его на сайтах на двух, которые приводят в качестве примера, вот видите. А это глупость. Это, кстати, плодовая веточка. И запоминайте. Это плодовая веточка. Одна из сотни на дереве. Ее прививать нельзя. Я бессмысленно глупо. А учеба такая, что тот, кто это учит, тот сам никогда в жизни не брал секатор. А вот наш Павел, возможно, брал. Поэтому я надеюсь на продолжение диалога. Пока я искал фотографии, сделанные с этих самых привок, сделанные с помощью этого привившего секатора, наткнулся и на эту. Для чего? Ну, не могу пройти мимо. Ну, противно я. Смотрите. Человек берет, вживляет вот сюда. Побег. Так. А вот это вот место. Все попадает на мороз. Согласны? Вот это вот держит мороз. Если не сорок, то хотя бы три. А вот это будет держать. И теперь представим, что она приживется. Вот. Вот это вот самое страшное вещь, из-за чего я говорю. Не связывайтесь вы ради Бога вот с этим вживлением. Тут два варианта. Первое. Если он вот отпиливает, да? Правильно делает. Иначе этот побег расти не будет. Ниже покажу. А если не отпиливать, вот оставить его, а просто вживить. Вот вживить, но вот тут никакого поняня нет. Тогда он ни черта расти не будет. Он будет расти так мало. Он не будет никакой роли. Он встанет одной из сотен веточек. И примет на себя сотую часть урожая. Не мог пройти мимо. Просто нас учат. Ведь человек может этому учить где-нибудь там на курсах. И будет учить. А нахрена оно надо-то? Вот. И еще одна учебная панель. Объясняю, друзья. Если он его сейчас привьет, он будет прививать. Так. Это. Да. Почему этот побег пошел? Кто-то называет его волчком, кто-то жирующим. А он на самом деле не жирующий. Просто каждый раз, когда дерево уклоняется. А это, заметьте, вот это общее дерево, вот это общее. А вот. Она обязательно выбросит вертикальный побег. Почему я говорю? Никогда не связывайтесь с никакими изгибами. Это глупость. Потерянное время. Вот. Но. Если это не трогать, этот дубинок. То привил. Приживется. И пройдет 2-3 года. И он даст вот точно такой же побег. У него программа такая. Вот то, что осталось под низом. Помните, я говорил, приваем как можно ниже. Почему? Правильно. Потому, чтобы как можно меньше подвой влиял на программу. Вот. И здесь получится вот такой же побег. И нахрен его поливать, если это будет примерно, эта веточка, составлять одну сотую часть. Потому, что вы еще глянете. А там еще сотни таких побегов. А если вы отпилите тут, тогда он пойдет просто. Вот. Но цель этого снимка не для того, чтобы сказать, что вот сейчас отпилю, и у меня будет прекрасно молодой саженец. Вот. Еще раз. Хотите тут привить, отпиливайте. Если вам не жалко, да, слез. Вот. И я подхожу ближе. Мне осталось немного времени. Но это был один из кардинальных вопросов. Помните, как это? Это самое. Человек. Он не признавал никаких этих. Ему вот так и все. Вот это называется капулировка. Если бы взять была щель, она бы называлась улучшенной капулировкой. Вот. А это просто капулировка. Вот их представили, да? Это не я. Это один из снимок. Смотрите. Видите вот сейчас? Смотрите внимательно. Видите? Вот. И тот, кто это учил, он нам показывает капулировку. Вроде все правильно. Но никогда не верьте специалистам, так называемым, у которых получился толстый-толстый слой шоколада. Помните этот анекдот? Что такое сникерс по-украински? Это сало и плюс толстый-толстый слой шоколада. Так вот, вот этот толстый-толстый слой калуса выдает то, что это абсолютно негодная прививка, обреченная на замерзание. Вот здесь вот туда будет проникать мороз. Вот. Как будут здесь соединяться вот эти ткани? Оно прижилось, да. Но такой ценой, что став уродом. Назовем это коллега уродом. Ведь всякое бывало в жизни. И когда-то не было хирургии. Людям сращивали, да. Ноги, руки, там война, древний Рим, древняя Греция. Вот. Переломали руки, ноги. Кое-как срослись. И ходит, есть такое слово, колченогость. Знаете? Так вот, для меня, вот это, садовая колченогость. Ни себе, ни людям называется. А ведь это выдают за учебный снимок. Но если уж ты такой специалист, то ты сделаешь, чтобы у тебя не было этого каоса. Ведь приживаться должно спокойно. Так что и седов не остается. Это у нормальных садоводов. Так хочется помнить, как-то мы понаехали. Поналезли сюда. Ничего нет. Нас держит за лохом, утверждает Железов. И переходит к теме, как раз осталось время немножко, переходит к теме привычек секатора. Вот это выглядит так. Рекламный снимок. Даже не помню, подвой, привой. Чтобы мы не перепутали. Вот. Прижился. Видите? Вот. Но дело-то в том, что вначале он был живой. Уже с этим листиком. А его еще просто взяли от другого дерева. Подчеркиваю, от другого отрезали. Сделали V-образную. Вернее, сделали такой шип. И это, подчеркиваю, совсем другое дерево. И оно еще не было обмотано. Оно еще не поросло. Но уже выглядит красиво, да? То есть почка, якобы, когда обмотает, она проснется и пойдет вошел. Это просто как бы учебный снимок. Согласен. Согласен. Еще один. Посмотрите, какая красота. Секатор это разное, смотрите. Да. Вот. Все вроде прекрасно. Ну, как это не поверить Павлу, который сам лично прививал. Итак. Вы видите, приводится секатор. Причем, вот этот секатор RU. Это самая раскрученная в мире фирма по продаже этих самых. Я когда ее увидел, я говорю, смотрите. Вот все вроде сделано. Но у них вот эта щель никогда не зарастет. И она начинает... Еще раз. Есть такое понятие... Ну что, не тошнит? Ладно, пойдем дальше. Вот. Есть такое понятие, как костная ткань. Я рассказывал про людей. Я рассказывал про гениального аппарата этого самого... О, память. Ну, не сейчас, все, все. Курганский специалист, курганский гений. Ну, в прошлом разе я говорил вам его. Короче, у него получается там, где излом, образуется костная ткань. Я этот самый... Походу вспомнил его фамилию. Я это понятие перенес именно сюда. В живое дерево. Вот. Вот эта костная ткань, то, что вы видите. И вот это вот, вот это, видите, выдается за удачную привык. Это же не просто специально, видите. Это реклама. Это лучшее из лучших. Вот здесь вот уже начинается потемнение. Пройдет еще годик, и это все умрет. Это я вам говорю, Жилин. Вот. Потому что эта костная ткань, она не пропускает туда, или плохо пропускает туда эти самые... А, Елизаров вспомнил. Аппарат Елизарова. Гениальное. Тысяча людей, может, миллионы на ноги поставил. А здесь нет. Здесь этот номер не проходит. Вот этот аппарат, извините, на Елизаровский не тянет. И вот, получается, думайте одно. Я вам сейчас, правду скажу, мне Богом запретили клясться. Мои друзья, богословы, богоискатели. Богоискатели. Поэтому я на всякий случай говорю просто... Я Богом не крянусь. Просто поверьте мне, что... Я не то, что из тысяч, а их тысячи фотографий выбирал. Какие в мою пользу говорят. Нет. Подряд. Просто подряд. Одна подряд. Вторая подряд. Вот. Для меня вот это смертельная язва. Так. Смертельная язва. И опять короткая жизнь. И вот это вот хвастаться этим. Опять реклама. Это лучшие. Вот эти вот хвастаться. Вот это страшные раны. Это просто неприлично. А это... Смотрите. Когда человек вот такое делает, он надеется получить урожай. Но если даже не обломится, его можешь привязать, да? Понятно? Вот. То все равно это... Ну, как... Вот тот, кто видел мои прививки или Латинкова. Вот это я вам скажу, да. А это что? Чего они добиваются вот этих? Веточка с тремя плодами, которые... От этого веса, не дай Бог, они будут, они тоже упадут. А это что? Это опять реклама. Вот это страшная язва на дереве. Вот это вот. И это у них называется прививка. Ведь заметьте, каждый раз лучше. А вот это... Что это будет? Что? Когда прививается, подвозь прививка, здесь даже следа не должно быть вообще. И вы представляете, берется ветка, или это может быть штамп. Берется плодовая горизонтальная ветка, которая прижилась чудом. Смотрите опять. Это уродство невероятное. Я надеюсь, что... Если бы я школьникам, ста школьникам это объяснял. Хоть бы один сказал, нет, вы не правы, это прекрасно. Ну, то есть... То есть мне сейчас нужна вера, даже со стороны школьников. Вера нужна. Потому что иначе мы не перестроимся. Хотя бы тут, пусть на вере. Ведь вот эта привить, вот эту дрянь, которая смотрит вниз, и которая по их же понятиям должна быть уничтожена, раз вниз растет. Которая не даст никогда никакого рожая, приводится в качестве примера лучших из лучших. Ну, как вам? Ведь не просто вот получил, подальше бы взяли фотоаппарат, а тащи бы метра два-три. И скажи, вот видите, там вдали. Нет, они взялись, как через вылечительное стекло показали. Такое дерьмо. То есть люди не имеют понятия, что такое прививка. А это? Вот ходим мы, допустим, и видим, что... Ну, нету ветки подходящей. Они берут нож и давай подгонять. Вот и подогнали. А это через эту рану туда не будет поступать мороз. Это же гнить сразу начнет. И опять это реклама. А, ё-моё, а это что? И вот они все такие, вы понимаете? И мы можем с вами отдельный фильм снять. Вот, допустим, Павел скажет, нет, я жду его доказательств. Название питомника, раз. Взрослый сад в этом питомнике два. Крупный план, где уже не вот такие, а вот такой. Вот так, и тут вот этот самый выобразованный. Вот на таком. И ещё вот посмотрите на свою пляшку. И вот на таком. Вот тогда я поверю, что всё это имеет право на существование. Но большинство купится вот этим вот. Тем, что понятия не имеет, что калус – это короткое же дерево. На юге такие номера проходят. Я больше чем уверен, что тут же как. Вот есть кто-то, что-то тут какая-то это. Содоэкспертал. Экспертал. В общем, где-то делали. Ну, не на севере, не в средней полосе. А нам предлагают это. Это Урал, естественно, Дальний Восток, Сибирь, Север Россия. Вот. Где-то южнее. Там даже колонавитки могут дать вам пол ведра яблок. Сдуру. Ну, правда, за всю жизнь. И это может быть. А у нас три яблочко, два – это предел. При одних и тех же, казалось бы, деревья одинаковые, сорт одинаковый, прививка одинаковая, всё одинаковое. Ну, совсем другое место. Оно совершенно, кажется, непригодное. Продолжение следует...